девушка сидит на подоконнике в своей комнате и смотрит на дождь смотрит с высоты 10 этажа на косые нити дождя искажающие улицу и ждет там внизу ездят туда-сюда десятки машин из-под колес которых взметаются брызги много брызг и часть из них непременно попадает на одежду нерасторупных прохожих которые не замедляют наслать проклятия на водителей она чувствует эти эмоции не хочет но все равно слышит гнев тех кому не повезло кто-то из них быстро успокаивается и отпускает гнев а кто-то напротив накапливает плюх и еще один камешек полной тьмы падает в глубокий колодец души несчастного много людей много эмоций самых разных от чистых и светлых до самых темных и низменных что-то хорошее произойдет этой ночью но в довесок произойдет и нечто ужасное от всего этого у нее часто кружится и болит голова но она продолжает смотреть на дождь смотреть и ждать на деревьях уже как несколько дней нет листьев ни одного даже самого крошечного уцелевшего листика все они лежат грязными мокрыми кучами под деревьями дворник не успевает убирать их с глаз вредных людей дождь не дает дождь зарядившись позавчерашнего вечера в комнате тепло даже жарко батареи шпарят на полную мощь на девушке только короткие шортики и майка но на лбу все равно блестят крошечные бисеринки пота длинные светлые волосы распущены и волнистыми волнами струятся по узкой спине голубые глаза чисты и невинны не затуманены ничем она красивая неземной красоты и похоже на ангела случайно застрявшего на прогнивший от греха земля она любит дождь очень любит наверное больше всего на свете когда приходит дождь она чувствует прилив сил и энергия она становится сильнее гораздо сильнее чем есть на самом деле быстро темнеет в миг набегают густые сумерки и делают ненастный день еще более серым и мрачным тьма выползает из ниоткуда загораются фонари и тускло освещают улицы а дождь все идет и идет она вглядывается в дождь и ждет ждет до самого позднего вечера улицы пустеют шумы от машин становятся все глуше и реже а голос дождя все ближе и громче крупные капли барабанят по карнизу стучат в стекло и вот-вот еще совсем немного и она увидит того кого так долго ждет ей кажется что он уже близко очень близко она даже будто бы видит смутный силуэт но скрипит дверь и в комнату кто-то входит она вздрагивает от неожиданности и отводят взгляд от окна дождя больше нет в ее глазах смутный силуэт вдали становится еще более прозрачным а потом и вовсе исчезает она не успевает даже прийти в себя прийти в реальность как этот кто-то стаскивает ее с подоконника и швыряет как игрушку на кровать его серые глаза темнеют от похоти шершавая ладонь грубо зажимает рот не дергайся и молчи припло шепчет пришелец знакомым голосом но она не может вспомнить его настоящее имя ровно как и не может вспомнить свое она терпит как терпела уже много раз никому не говори поняла говорит пришелец спустя несколько минут сползая с нее не своей мамаши не моему отцу ясно она молчит и только незаметно смахивает скатившуюся слезинку она давно знает что говорить бесполезно никому нет дела не до нее не до того что творит пришелец все ждешь человека дождя крюкает он от смеха натягивая штаны она отрицательно мотает головой и молит про себя чтобы пришелец как можно скорее ушел и он уходит на прощание чмокнув ее в макушку спокойной ночи снежка снежка выдыхает терпеливо ждет когда стихнут его шаги в коридоре и только потом выскакивает из своей комнаты залетает ванну и долго стоит под душем горячая вода смывает следы его похоти и ее слезы и девушка чувствует себя немного лучше совсем чуть-чуть лучше она возвращается в свою комнату на свой подоконник и вновь смотрит на дождь долго смотрит глаза слепаются от усталости и она то и дело клюет носом человека дождя все нет и снежка проваливается в сон во сне она видит саму себя совсем еще малышку лежащую без дыхания в детской кроватке видят как бы со стороны мать стоит рядом в ее руках маленькая подушка и тоже глядит на бездыханное тельце но в ее глазах ни капли сожаления не грамма горя а только холод равнодушие и облегчение что ли родительница отворачивается и быстро уходят а снежка не может проснуться и глядит на саму себя в детстве не в силах что-либо сделать и тогда появляется он человек дождя он приходит с улицы встает в окно как диковинный фейре он весь будто бы соткан из нити дождя но не растекается лужи по полу переливается как новогодняя мишура но это свечение не режет глаза он пугает но в то же время завораживает и снежка не может отвести взгляд человек дождя прогоняет смерть легким движением руки он касается холодного лба девочки неподвижно лежащий в кровати и о чудо маленькая снежка открывает глаза и тихо кныкает человек дождя забирает что-то черное вырвавшиеся из маленького рта и исчезает таинственный потусторонний человек уходит туда откуда пришел в дождь снежка просыпается в ее комнате полумрак но часы на стене показывают уже шесть утра с минуту она ищет взглядом человека дождя но его нет это был всего лишь сон в окна бьет сильный ветер но дождь не барабанит по карнизу дождя больше нет на кухне никого все в квартире еще спят крепким сном выходного дня снежка спешно выпивает кружку горячего кофе чуть ли не залпом лишь бы никто не проснулся и не застал ее спящий одевается и покидает дом она уходит в хмурое утро осени ежась от холода бредет по пока еще пустынным улицам города пройдет совсем немного времени и город оживет станет таким каким его привыкли видеть а пока она наслаждается тишиной тишиной в которой слышны только порывы ветра и голос пустоты ноги сами приводят снежку в старый парк пахнущий дождем и тленом ушедшего лета она садится на сырую скамейку и вытягивает ноги в промокших кроссовках вдыхает полной груди воздух и закрывает глаза на какой-то миг снежки даже кажется что весь мир перестает существовать и все ее проблемы ничтожные мелочи а в следующий миг что ее самой нет в этом мире что она всего лишь не успокоившийся фантом но приходит дождь и стирает все ее сомнения мелкие капли касаются ее бледного лица возвращают к жизни снежка вскакивает со скамейки идет вперед сердце стучит так громко что заглушает ее собственные шаги в душе играет незнакомая мелодия меланхоличная но приятно и снежку не покидает чувство что что-то произойдет а вот насколько хорошая или насколько плохое она не знает пока еще не знает и хочется покинуть этот жестокий к ней мир покинуть ради всего на свете дождь ведет в никуда она слепо доверчиво следует за ним руки теребят края куртки и иногда залезают в глубокий карман где лежит ее блокнот выручайка с фотографиями матери отчима и сводного брата там написано и настоящее имя снежки но она не спешит прочесть его гораздо важнее вспомнить самой хотя сейчас и это не столь важно в голову закрадывается неуверенная мысль может быть именно сейчас появится человек дождя появится наяву они в ее снах и весь мир будто бы замирает город дремлет зависнув в душном вакууме между сном и реальностью но снежка все также одна в старом парке не сразу она замечает что что-то становится не так а плохо это или хорошо снежка не знает как и не знает многого например того что слышит мысли других не всегда но довольно часто и это пугает или видит тех того не видят остальные дождь льет как из ведра но снежка даже не ощущает этого но зато чувствует чье-то присутствие совсем рядом может всего в паре метров от нее она всматривается в поток ливня и сердце испуганно замирает снежка видит того кого так долго мечтала увидеть человек дождя стоит близко настолько близко что она может протянуть руку и дотронуться до него но снежке страшно делать это вдруг он исчезнет и в этот раз навсегда оставит ее в мире непонимания она застывает на месте как каменная статуя и боится даже пошевелиться и он начинает говорить не раскрывая рта но снежка все слышит и понимает так как не понимала и не слышала никого многое проясняется в ее голове уходит все темное накуплено годами и остается все самое чистое что есть в ней и когда человек дождя протягивает руку она не колеблется ни секунды ни малейшего мгновения снежка уходит в дождь